Жизнь как служение. В Астраханском музее-заповеднике прошла фотовыставка, посвященная памяти великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Организатором экспозиции стало региональное отделение Императорского православного палестинского общества. Ведь когда-то в числе создателей общества была и великая княгиня. Тему продолжит наша коллега Римма Хохлова. На снимках одухотворенное лицо. Эта женщина считалась одной из самых красивых в Европе. Белый ангел России, подвижница милосердия, великая матушка – это все о ней, великой княгине Елизавете Федоровне. В честь 160-летия со дня ее рождения в Астраханском музее-заповеднике провели выставку. В ее основу легли редкие фотографии. Эта выставка уникальна тем, что она показывает два этапа жизни Елизаветы Федоровны. Когда она была великой княгиней вместе со своим мужем и когда она фактически приняла время монашества и курировала уже Марфа Мариинскую обитель с сестерой милосердия. И здесь как раз таки представлены уникальные фотографии из этих этап ее жизни. Фотографии представлены из двух фондов. Во-первых, это коллекция Императорского православного палестинского общества и коллекция дома Романовых. Дома Милосердия стала основана ею Марфа Мариинская обитель. Елизавета Федоровна лично посещала хитровку, дно Москвы, где жили беднота и преступные элементы и куда боялись заходить даже мужчины. Открыла санаторий для раненых солдат, организовала пункты сбора помощи фронту во дворце, создала лучшую хирургическую больницу в Москве. Первая операция в клинике Примарфа Мариинской обители была сделана и ею самой. Великая княгиня привозила сюда самых тяжелых больных. Служение Отечества это в первую очередь служение людям. Елизавета Федоровна это та звезда милосердия, на которую надо равняться, которая и сияет на нашем небосклоне среди святых. Сегодня я буду читать стихотворение свое, ей посвященное, где в конце сказано «Княгиня грусти и печали, тебя с Россией обвенчали и белым ангелом назвали». В Священном Писании непосредственно сказано «Так, когда светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца Небесного». И вот именно эти добрые дела стали просвещением и ее проповедью для всего русского народа. На выставке презентовали и уникальные архивные материалы об астраханских благотворителях того времени. Раньше о них редко говорилось. «Все купцы, которые были в Астрахани, они все были благотворителями. Вот. То есть это была такая вот традиция. Если ты имеешь деньги и не вкладываешь ни во что, то вообще на тебя даже и не посмотрят. То есть это такая традиция была. И желание людей самое главное. А Иван Иванович Губин, он вообще посвятил. Так жизнь его сложила, что он много посвятил. Вот. Именно вообще всю жизнь положил на то, чтобы строить, строить и организовывать боготворительные дома, богодельни, Серовский дом Елизаветинский, кстати говоря, которая покровительницей была как раз Елизавета Федоровна этого дома. Вот. Ну, а вообще он вкладывал в церкви». В экспозиции были представлены редкие издания и произведения из фондов областной научной библиотеки имени Крупской. Все экспонаты выставки раскрывали многогранную личность великой княгини.